Оля, сегодня вы были безжалостны. Кажется, что вы отыгрались за все прошлые промахи. Что позволило вам добиться такого результата? Такой результат обусловило то, что мы идеально отыграли, как и должны были. Иногда, когда вы выступаете против команды, которая играет в десятером, вам становится сложно, потому что команда уходит в защиту и использует контратаки. Мы смогли подобрать ключ к нашим соперникам и отыграли лучше некуда, в том числе и на индивидуальном уровне. Я считаю, что мы отыграли так, как и должны были. Что вы скажете своим футболистам после такого выступления? Скажете ли вы им скорее его забыть, ведь это всего лишь одна игра, или наоборот запомнить его, ведь это рекорд АПЛ? Нет, конечно, я не скажу им запомнить это так, как это рекорд, хотя знаю, что об этом в любом случае будут говорить. Для меня важнее всего, что мы хорошо отыграли этот матч. Главное — продолжать сохранять фокус, продолжать правильно распределять свои физические ресурсы. Потому что, к примеру, если ты выйдешь на второй тайм слишком вялым, ты рискуешь тем, что можешь получить травму, и ты можешь за это поплатиться. Так почти произошло в этом матче, когда они забили, но затем гол был отменен из-за офсайда. Но в остальном мы отыграли очень хорошо. Оля, на прошлой пресс-конференции вы говорили, что игрокам иногда не хватает напора. Что вы скажете теперь? Они могли остановиться при счете 5 или 6-0, но сегодня они были беспощадными. Да, все это исходило от самих футболистов. Защита и вратарь быстро переводили мяч в атаку. И так происходило раз за разом. Мы быстро переходили на половину поля соперника и в их штрафную. По ходу матча желаний футболистов только росло. Когда вы играете в футбол, вы должны извлекать из этого максимум, словно вы играете последний раз. Именно так мои ребята сегодня играли. Так что я доволен каждым из игроков. Знаете, что понравилось мне в сегодняшнем выступлении больше всего? Это то, с каким голодом и с каким настроем старались принимать правильные решения по ходу встречи. Ведь только таким образом можно становиться лучше, принимая правильные решения и выполняя правильные действия на поле. Мы работаем над многими вещами, но мы точно не хотим быть предсказуемой командой. Командой, чью игру можно прочитать. Но эта непредсказуемость должна исходить от игроков. И сегодня вы все это увидели. Сегодня они играли креативно. Они использовали свое воображение. В сегодняшнем выступлении могу отметить только позитивные моменты. Эта игра много чего нам дала. Конечно, мы играли против команды, которая была в меньшинстве. Но в этом спорте никогда не бывает просто. Видео переведено и озвучено специально для канала спорт юэй. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.